И всем привет ребят, с вами Страбайк, и я сейчас записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен на игровой тематике, а именно обзором наших замечательных дронов. Ну а если вам подобного рода видосы нравятся, то обязательно не забывайте поддерживать данный видеоролик лайком, подписываться на этот канал, ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 1 миллион кристаллов на 15 тысяч танкоинов. Для этого в настройках игры в аккаунтике устанавливайте моличный такт, такт, мп. Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Давно у нас не было топов, давно у нас не было обсуждения вооружений, и сегодня после всех изменений с дронами, которые у нас произошли относительно недавно, я думаю, что наступил тот самый момент, когда стоит обсудить наши замечательные дроны и какие дроны лучше всего сейчас прокачивать, какие три дрона являются лучшими на сегодняшний момент времени по моей точке зрения, ну и мы вместе с вами составим этот замечательный топ. Если хотите увидеть и другие топы, например, топы пушек, топы корпусов, то обязательно тоже пишите по этому поводу в комментариях. Если эта тема будет вам интересна, то мы продолжим записывать подобного рода видосы, ну и давайте постараемся набрать максимальную активность на этом уже видеоролике. Наберем 150 лайкозавров, если это количество наберется у нас в ближайшее время, то для меня именно эти цифры дадут понять, что нужно записывать следующий топ. Ну а какой топ вы уже напишите в комментариях. После предыдущих обновлений, которые у нас случились буквально, наверное, пару недель назад, когда у нас апнули бустера и защитника, наша мета немножечко поменялась и уже на сегодняшний день не так однозначно выглядит гипперион с кризисом, как лучшие дроны в матчмейкинге. И, например, третий мог быть дрон ловкач, который все так же актуален. Теперь у нас появилось как минимум два дрона, с которыми нужно считаться и которые уже имеют вес. Защитник это теперь дрон, который максимально продуктивный в плане своей дополнительной брони. И для доставок мечей и флагов теперь большое количество игроков начало опять же использовать этот замечательный дрон. Потому что он дает бонусную защиту в виде 90%, ровно столько же, сколько дает кризис. Только если у кризиса эта бонусная защита как только один припас, то у защитника есть возможность прожатия полной расходки и при этом иметь еще броню в виде защиты 90%. Поэтому защитник в этом плане уже, как по мне, может входить в топ-3 ваших любимых дронов. Но, 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 если учитывать тот факт, что его реализация состоит из доставок мечей и флагов и дополнительных очков в плане уничтожения противника и скорости уничтожения противника особо как большой нету, то я все равно являюсь тем игроком, который не ставит этот дрон в топ-3 на сегодняшний момент времени. Да, я считаю, что этот дрон все-таки слабее, он стал суперкрутой для игроков, которые таскают мечи и флаги. Но я привык больше играть именно на киллы, на уничтожение противника, и поэтому я все равно считаю, что защитник хоть и супер жесткий, но в моем понимании в топ-3 он не входит. Что касаемо бустера, этот дрон 100% на сегодняшний момент времени является топ-3 дроном. Его бонусный урон стал 25%, если сравнить с кризисом, то у кризиса здесь 60%, но, казалось бы, добавилось всего лишь 5% урона, но эти 5% урона стали очень много решать для этого дрона. В моем, например, случае, я как играю на страйкере, теперь появилась возможность ваншота оппонента, который играет на легком танке. Раньше этого урона было недостаточно, теперь же с повышенным бонусным уроном эта возможность появилась, и бустер стал намного-намного актуальнее. Помимо страйкера, я более чем уверен, бустер можно использовать и с другими пушками. Например, сегодня я записывал видос на мега-доната с бустером на рикошете, и там он себя тоже очень круто показал. К слову, если вы еще не знаете или не смотрели этот видос на мега-донате, ссылочку на него тоже в описании оставляю. Переходите тоже, подписывайтесь на этот канал. Поэтому бустер стал тоже многогранным и интересным дроном, и этот дрон уже на сегодняшний момент времени, в моем понимании, входит в топ-3. Гиперион. Все так же мега-актуальный дрон, и все так же это дрон, который является тем самым дроном, который максимально универсальный и не зависящий от подавления. Если защитник, бустер и ловкач, они все зависят от подавления, и если противник будет использовать как раз-таки подавляющие пушки, то у вас будут большие проблемы. Здесь же гиперион от подавления не зависит от слова совсем никак, и в топ-3 дронов он железно, железобетонно даже, я бы сказал, входит. Но на сегодняшний момент времени я, например, бустер использую чаще, чем гиперион, хотя гиперион тоже максимально-максимально актуален. Но это именно на моей комбинации, на комбинации Крусейдера-Страйкера. Ну и Кризис. До сих пор дрон, который также супер-актуален, супер-жесткий. И сказать, что это топ-1 дрон на сегодняшний момент времени я уже не могу, да. Очевидно, что с такими изменениями, что теперь у защитника 90% столько же, сколько у Кризиса по броне, многие начали делать акцент в пользу защитника, да, и начали размышлять с точки зрения того, что а смысл мне использовать Кризиса, если я буду иметь один припас, если я могу использовать Защитника и иметь все припасы. То есть те игроки, которые играли раньше именно только на Кризисах, начали задумываться и стали играть также на Защитниках. Но, все так же, если вы хотите получить максимальный урон, да, и вы стоите как максимальный кемпер на карте, да, пассивно, то Кризис все так же супер-мега-эффективный дрон, который будет выдавать большое количество дополнительного урончика. Но уже не на таком большом количестве комбинаций это дело будет работать. Если вы кемпер, да, если вы начинаете двигаться по карте, то Кризис уже становится намного-намного меньше юзабелен, да. Уже уходит акцент и в Защитника, акцент и в Бустера. Ну и Гиперион это вообще моя любимая супер-универсальность, и, наверное, на сегодняшний день все равно Гипериона я бы ставил на топ-1 с точки зрения дронов. Кризис входил бы в топ-3, ну и Бустер также входил бы в мой топ-3 дронов. Что касаемо Ловкача. Ловкач все так же актуальный дрон на сегодняшний момент времени, но он, так же как и Защитник, использоваться должен по назначению. То есть для доставок мечей, для доставок флагов он может быть очень неплохо эффективен. Но его так же легко контрить подавлением, и тогда его сущность и его смысл просто теряется. Поэтому нужно грамотно подбирать дрон именно под бой, и тогда его эффективность Ловкача тоже будет актуальна. Ну а если вы хотите брать как раз таки беспроигрышный вариант, и не задумываться о том, зайдет у вас дрон, не зайдет у вас дрон, то Гиперион это 100% лучший дрон на сегодняшний момент времени, и мне кажется практически на любом вооружении, и практически в любом режиме, а может быть даже и в любом режиме, этот дрон будет актуален и будет максимально полезен для вас. Ну и с точки зрения траты дополнительных расходников, он так же будет не такой уж и затратный, относительно защитника, бустера, ловкача, да, который хавает именно один припас по 5 раз. А 5 раз, но это может очень и очень сильно чувствоваться. Пишите, что вы думаете по поводу дронов, начали ли вы играть на сегодняшний момент времени на защитники и бустере, зашли ли вам эти дроны после обновления, начали ли вы делать на них акцент, либо все так же актуальность и приоритет идет исключительно на дроны Гипериона и Кризиса. Ну и также пишите, насколько по вашему мнению стал слабее Кризис после буста вот этого замечательного защитника. И как вам вообще защитник в целом, да, начали ли вы играть на нем много или не играете? Будет очень интересно почитать комментарии, ну и также, конечно же, пишите, какой топ вы бы хотели увидеть следующий. Это лишь мое мнение, у вас может быть своя точка зрения, но Гиперион 100%. Это вот, если вы сидите и думаете, какой мне первый дрон прокачать, берите Гиперион и вы точно не прогадаете. У меня, друзья, на этом все. Обязательно поддержите данный видос лайком, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны, нажимайте на колокольчик, даже искать новые видеоролики. Ну а с вами Мистер Ванька, всем другое спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.